Число заболеваний коронавирусом среди населения старше 65 лет растет, поэтому областные власти решили пойти на жесткие меры. Посещение театров, бассейнов и фитнес-клубов людям этой возрастной категории планируют ограничить. Меры коснутся только занятий спортом в закрытых помещениях. Тренироваться на свежем воздухе не воспрещается. Такое предложение прозвучало на оперштабе по противодействию распространения коронавируса. Возможно, блокировка транспортных социальных карт с переносом неизрасходованной суммы на следующий период. Коллеги, я напомню, что мы самоизоляцию ввели, поэтому, на мой взгляд, устанавливать на региональном уровне какие-то специальные часы посещения магазинов неправильно. Люди дома должны сидеть в этом возрасте. А родные и близкие, и дети, и внуки, и правнуки, и волонтеры там, где люди одинокие, должны помогать им, в том числе по приобретению товаров первой необходимости. Самарские волонтеры готовы прийти на помощь пенсионерам, принести им необходимые продукты и лекарства. В регионе сейчас только официально зарегистрировано 2500 активистов. Кроме того, есть люди, которые оказывают помощь по мере возможностей. Для приема звонков работают три канала связи. Федеральная круглосуточная горячая линия, региональная горячая линия и горячая линия в каждом из 37 муниципалитетов области. Вот то, что рыжая, это сильно отличается. Это бесплатная продуктовая помощь, она так сильно отличается, потому что весной была у нас федеральная удовлетворительная акция, 40 тысяч бесплатных наборов волонтеров раздавали. То, что глупое, это как раз-таки заявки, которые за счет средств самих граждан волонтеры обслуживают. Вот за неделю с 30 по 4 у нас таких заявок было 289. А за прошлую неделю – 173. Ограничения коснутся и школьников. Министр здравоохранения Армен Бинян предложил с 21 декабря перевести на дистанционное обучение всех учащихся региона и продлить меру до конца новогодних каникул, а дальнейшие решения принимать, исходя из эпидемиологической ситуации. Для школьников и студентов предлагаем полностью переход на дистанционные методы обучения, начиная с 21 декабря и заканчивая всеми новогодними праздниками, с последующим принятием решения в зависимости от эпидемиологической ситуации. Дмитрий Азаров поручил в течение суток обсудить инициативу с педагогическими коллективами, а также родительским собранием. В случае одобрения решения будет зафиксировано постановлением. Также региональный штаб планирует запретить все корпоративы, как на территории предприятий и учреждений, так и на площадках общественного питания. Считаю, что необходимо более жесткие ввести меры относительно новогодних карпатий. Я считаю, что современные средства коммуникации, мессенджеры и так далее позволяют не терять контакты с близкими, с друзьями. И формат проведения нового года долгого телевизионного атака сегодня и уместно, и безопасно. Ограничительные меры сохранятся и для церемонии бракосочетания в учреждениях ЗАГС с участием не более 10 человек. Кроме того, учреждения торговли обязаны обеспечить дистанцирование покупателей с нормой 4 квадратных метра на одного посетителя. В зонах фудкортов предусматривается обслуживание только за столиками и по электронному меню. Виктория Шарая, События.